Новости нашего города на телеканале Котлас 24 в студии Мария Захарова. Здравствуйте! В этом выпуске Новые правила. Какие изменения начали действовать с апреля на экзаменах в ГИБДД? Интерес к военной истории. В Коряжме скоро появится движущаяся модель аэросаней. Верность длиной в 45 лет. Хор русской песни отмечает свой юбилей. Сегодня на скамье подсудимых Котласского городского суда оказались два руководителя строительных организаций Алексей Худышин и Виктор Суханов. Оба признаны виновными по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество в особо крупном размере. Подробности смотрите прямо сейчас. Установлено, что осужденные по предварительному сговору в период 2019 года при выполнении муниципального контракта по ремонту путепровода в городе Котласе от улицы Кирова до улицы Ленина в простонародье Горбатый мост путем предоставления к оплате документов о выполнении работ, которые фактически не производились, совершили хищение бюджетных денежных средств в размере 9 миллионов 547 тысяч 896 рублей. Строительная компания, дизайн-проект строй, руководителем которой являлся Алексей Худышин, в 2019 году выиграла тот самый контракт на капремонт Горбатого моста. Виктор Суханов в этой истории был субподрядчиком, с которым позже Худышин заключил договор. Не чувствуя никакого страха возможной ответственности, злоумышленники внесли в сметную документацию работы, которых контракт не предусматривал. Работа сделана не была, однако акт о ее приемке и справку о стоимости работ злоумышленники подписали. Так подельники разбогатели на 9,5 миллионов рублей. Вину в совершении преступления осужденные не признали, однако добровольно возместили в бюджет указанную сумму денежных средств. Возможно тот факт, что Алексей Худышин и Виктор Суханов добровольно возместили нанесенный бюджету города ущерб и повлиял на решение суда. Каждый из фигурантов получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также возложено обязанности на период испытательного срока. Приговор в законную силу не вступил. К другим темам. С 1 апреля заработали изменения при сдаче практического экзамена на права в госавтоинспекции. Что упростят, а что станет сложнее, смотрите далее. Поблажек при сдаче экзаменов будет больше. Если раньше при сдаче вождения в госавтоинспекции по регламенту допускалось 5 штрафных баллов, то с 1 апреля их будет 7. Менее удобными для кандидатов водителей теперь станут сроки для пересдачи экзаменов. Увеличился слог пересдачи для кандидатов водителей, не сдавших один экзамен с трех и последующих попыток. Следующий экзамен будет назначаться не ранее, чем через 6 и не позднее, чем через 9 месяцев со дня проведения предыдущего несданного экзамена. Кроме того, к экзаменам для получения водительских прав допустят не всех. Не допускается к сдаче экзаменов лицо, которое ранее привлекалось к административной ответственности за управление транспортным средством состояния опьянения, либо отказ от прохождения медицинского свидетельствования в течение одного года с момента окончания исполнения постановления. На тех, кто не смог сдать экзамен до 1 апреля текущего года, новые установленные сроки не распространяются. Будущий водитель может пересдать экзамен уже через 30 дней, но не позднее, чем 3 месяца. Для тех, кто провалил экзамен после 1 числа апреля, назначение экзаменов будет осуществляться с учетом новых изменений. Кроме информации об изменениях при сдаче экзаменов в госавтоинспекции, Роман Федяев привел небольшую статистику по ДТП. По его словам, их в первом квартале стало меньше в сравнении с прошлым годом. В целом с января по мартам на территории зависит 7 ДТП. Аналогичный период прошлого года таких ДТП было 20, в результате которых 1 человек погиб в прошлом году. Эта цифра оставляла 2 человека. И 11 человек получили телесное повреждение различной степени тялости. В прошлом году пострадавших в ДТП у нас было 27. Убежал к офису с утра, к обновке. Уронил сдачу в автобусе к новому знакомству. Сегодня отмечается шуточный праздник, день придумывания хороших примет. Все, что случается с людьми сегодня, это к лучшему. Какие же хорошие приметы знают и придумывают котлашане, в какие верят, узнаем прямо сейчас. Сегодня день хороших примет. Я говорю, не хорошую примету. Хорошая примета – это улыбка. Всегда с утра и постоянно. Это хорошая примета, значит, настроение хорошее. Если накрасился, наверное, да, все будет. День вообще прекрасен. Я особо не крашусь. Птичка накакала. К деньгам. Ладошки чешутся. Левая к деньгам, правая к знакомству. Если принесу пятерку, то папа переведет денежку. С утра заняться спортом. Желательно водными видами спорта. День будет отличный. Правда? Нет сурок заказа спиной – не получишь пятерку. Если с утра солнышко, значит, удача будет. День будет. Сопутствовать вообще всегда по жизни. Вот зная примету, что когда на березе листочки распустятся, можно сжать картошку. Равно снег ставил. Следовательно, что? Хорошее настроение у всех. Надо вставать на правую ногу. Больше ног ломать не буду. Примета. Придумай нам какую-нибудь хорошую примету. Если мама улыбнется, то мне бережные купят. Локоть, папа, тесто. С тем, что я не помыл. Не помылся. Встать с правой ноги будет хороший примет. Мы сегодня точно встали с правой ноги и у нас все получилось. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим «Не переключайтесь». Впервые в Котласе симфоническое рок-шоу «Битва эпох. Лучшие из отечественной и мировой рок-музыки». В исполнении премьер-оркестра и солистов музыкальных театров Санкт-Петербурга. Дворец культуры. 5 апреля, 19.00. Билеты в кассе ДК и онлайн. Большая распродажа белорусской обуви по цене всего от 1900 рублей. Я хоть старенькая, но мне хочется одеть красивую обувь. Объем, все и размер. Она удивительно практичная. С 1 по 6 апреля. Котлас. Улица Мелентьева, 18. Дом культуры. С 9 до 18. Впервые в Котласе выставка животных. Удивительные дикообразы, обезьяны, павлины, еноты, рептилии и многие другие. С 23 марта по 15 апреля на втором этаже торгового дома «Витязь». С 7 апреля в ДК города Котлас выставка обуви из натуральной кожи производства «Киров». Скидка на всю обувь до 30%. Принимаем обувь на реставрацию в фабричных условиях. Продолжаем программу. Совсем недавно мы показывали сюжет нашей землячки Елизаветы Калегиной, которая ездила в зону СВО с гуманитарной помощью. На днях девушка побывала там во второй раз. Как прошла ее очередная поездка за ленточку, смотрите в следующем материале. На днях мы съездили в зону СВО, провели там двое суток, передали гуманитарную помощь для выполнения боевых задач и все необходимое для сохранения жизни солдат российской армии. Уже завелась некая традиция и меня вновь очень гостеприимно встречала добровольческая штурмовая разведывательная бригада «Восток». Приехали на базу вечером и, чтобы хоть как-то быть полезной, взяла все в свои руки. Приготовила ужин и накормила солдат домашней едой, чтобы хоть на мгновение подарить им семейную и теплую атмосферу. Как рассказали сами ребята, продукты питания они получают от неравнодушных людей, чему бесконечно радуются, ведь все передается с любовью, которую каждый из них ощущает. Каким эмоционально сложным будет для меня следующий день, я даже не представляла. Пересев с утра в военный автомобиль совместно с сопровождающими меня солдатами из добровольческой штурмовой разведывательной бригады «Восток», мы уехали в город Попасное. Достаточно долгий путь от Попасной до Бахмута 26 километров. А это означает, что с каждым километром мы оказывались все ближе к зоне боевых действий, где ежедневно, рискуя с жизнью, так героически борются наши российские воины. Освобождена Попасная с 2022 года – это стратегически важный многострадальный город. Конечно, цель визита – посмотреть разрушенный город и посетить госпитали в ЛНР, узнать, чем мы можем быть полезны в дальнейшем. Работает посменно несколько бригад врачебно-сердинских, то есть это обязательно врач-фюрок сменен, врач-равматолог, врач-терапевт, сестра-перевядочная, медсестра-анестезист. Оказываем коллекционную помощь в полном объеме всем. Увиденное – это шок, ступор и полное душевное изнеможение. Каждый уголок, который мы проходили, это воображение в голове предательски рисовало ужасные кадры, крики людей, гибель мирного населения, вторжения нацистов, которые забрали у людей жизни. Изменили реальность их издевательства над простыми, незащищенными людьми. Кровь и смерть, взрывы гранат и расстрелы. Сейчас в городе практически нет жителей, полное отсутствие коммуникации и цивилизации, нет света и воды. В сам город невозможно попасть только по боевому распоряжению, как солдатам, так и мирному населению. Эта поездка в зону СВО полностью изменила мое мышление, внутреннее состояние и восприятие. В первую очередь хочу сказать слова восхищения нашим благородным, храбрым и смелым солдатам, нашим воинам и защитникам. Вы огромная мощь нашей великой России, вы огромная сила, каждый из нас вами гордится. В свою очередь хочу добавить, что, как и прежде, я буду помогать российской армии. Все свои ресурсы, как материальные, так и физические, без единого сомнения отдам этим ребятам. Никакие деньги не встанут на чашу весов, когда видишь эту картину воочию. Когда видишь эти лица, которые так свято верят в нашу общую победу. В наши мечты, в мир и счастье, которое мы очень заслужили. В Коряжме завершается один из этапов проекта по следам Котловского военного аэросанного училища. Сотрудники выставочного зала Коряжемского культурно-досугового центра реализуют его с 2023 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Среди ожидаемых результатов работы – создание движущейся модели аэросаней. В гаражном боксе по соседству с музеем «Снежная кавалерия» рождается мечта. Идет работа над созданием масштабной модели аэросаней РФ-8, что стояла на вооружении Красной Армии в годы Великой Отечественной войны. Изготовление макета боевых аэросаней мы начали около двух лет назад. В основном собираем его из деталей отечественных автомобилей ВАЗ, Жигули. Часть деталей приобретаем, некоторые детали нам люди, волонтеры дарят. Модель аэросаней РФ-8 широко использовалась на фронтах. В первую очередь для ведения боевых и разведывательных операций. Их главный козырь – проходимость, маневренность и скорость передвижения за счет установки автомобильного двигателя. Кабина была полуоткрытая, в экипаже два солдата, тот, что спереди, управлял пулеметом. Сейчас мы только видим его остов, он немножко такой невзрачный. Когда же он будет обшит фанерой, покрашен в белый цвет, будет установлен пулемет, двигатель будет закрыт чехлом, аэросани примут свой узнаваемый вид. Движущаяся модель аэросаней – один из этапов проекта по следам Котовского военного аэросанного училища. Сотрудники выставочного зала КДЦ запустили его весной 2023 года при поддержке президентского фонда культурных инициатив. Главный эффект от проекта уже виден. Удалось пробудить интерес северян к военной истории Коряжмы, тесно связанной с Котловским аэросанным училищем. Школьники из школ города и взрослое население приняли участие в поисковых работах, которые мы осуществляем в теплый период времени. Вообще некоторые школьники приняли участие в изучении архивных документов по истории аэросанного училища. Ну и вообще узнали, многие впервые действительно познакомились с военной историей Коряжмы. Среди главных помощников и активных участников проекта – волонтеры поисково-патриотического клуба «Следопыт». Семиклассники школы номер два Владимир Ерыгин и Максим Гарцев спешат в музей «Снежная кавалерия» практически каждый день. Поручений, которые мальчишкам по силам у наставника всегда найдется. Потому что это история, и ее надо поддерживать, и чтобы все ее знали и не забывали. Потому что не зная прошлого, мы не построим будущего. Волонтеры мечтают поскорее завершить процесс создания РФ-8. До нас в России на это пока еще никто не решался. Но не меньше коряжемцы ждут начала сезона экспедиции в район железнодорожной станции «Низовка». Вместе с руководителем поисково-патриотического клуба «Следопыт» Андреем Котриховым волонтеры тщательно исследуют территорию и еще ни разу не уезжали домой с пустыми руками. Поднятые из-под земли детали АРС-аней хранятся в музее «Снежная кавалерия». Дома бабушки, на сцене лапушки. Свой творческий юбилей отметит один из любимых в котлосе коллективов – хор русской песни «Россияночка». 6 апреля юбилей одного из старейших коллективов – хора русской песни «Россияночка». Праздничная программа называется «45 лет вместе мы и песня». Также этот день стал юбилейным и для руководителя коллектива Ольги Анатольевны Белослуцевой. Название концерта говорит само за себя. Мы все идем дружно с песней, весело, задорно и звонко. В нашем коллективе участницы дома, а не бабушки, а на сцене лапушки. Праздник соберет много гостей и друзей для поздравлений. Музыкальные сюрпризы для юбиляров готовят Ирина Чичикайло, Михаил Белослуцев и хореографический коллектив «Форсаж». Юбиляры не только порадуют нас новыми песнями, но и заведут юбилейный хоровод. Концерт состоится 6 апреля в 15 часов. Билеты уже в продаже в кассе Лиминского ДК. Дорогие друзья, приходите к нам на концерт. Мы постараемся создать для вас радостное настроение. В Котласе продолжает работу выставка продажи белорусской обуви. Организаторы привезли новую весеннюю коллекцию женской и мужской обуви из натуральной кожи. Те, кому сложно подобрать нужную пару обуви из-за проблемных ног, наверняка найдут здесь то, что нужно. Расположилась выставка в Котласском дворце культуры. Сегодня в холле Котласского дворца культуры оживленно. Покупатели уже не понаслышке знают, на выставке белорусской обуви обязательно найдут то, что нужно. Организаторы привезли в Котлас новую весеннюю коллекцию. Это более 50 моделей женской и мужской обуви. Очень мягонькие, очень красивые, очень красивые даже, прямо не знаю, даже сил никаких нету. Подошла нормально, все, подобрала, ничего, у меня косточка здесь. То есть у вас проблемные ноги? Очень, даже не то слово. Материал, из которой сделана обувь, только натуральная кожа. Изготовлена добротно, поэтому и весенняя распутится ей не страшна. Пол сапожки из нашего весеннего выступления сделаны по удобной колодке. Специально для тех женщин, которым помимо элегантного внешнего вида, важен также и комфорт в любую погоду. Внутри очень много места и покупательницам с деформированной стопой они в особенности подойдут. Также данная модель славится герметичностью, так как подошва склеивается методом вулканизации, что называется на горячую. В задней части располагается небольшой полукаблук для разгрузки опорно-двигательного аппарата и суставов, как зачастую рекомендует ортопед. Белорусская обувь – настоящее спасение для проблемных ног. Высокий подъем, выступающая косточка, большая полнота ноги. Грамотные продавцы подберут и с широкой колодкой, и со специальными вставками. Модели на любой вкус и цвет. Широкий размерный ряд – женская обувь от 36 до 44, а мужская – с 40 по 49. Что сегодня подобрали себе? Туфли 40 размера. Проблем нет. Почему понравилась такая? Во-первых, легкая, во-вторых, удобная для танцев. Тем более, что хожу в коллектив, где танцуют и учат танцем. Благодарю вас. Приезжайте еще, вот с такой обувью приезжайте. Выставка продажи белорусской обуви будет работать в Котласском дворце культуры с 1 по 6 апреля с 9 до 18 часов. На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и в одноименной группе ВКонтакте. Я с вами прощаюсь. Хорошего завершения вечера и увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова